На сегодняшний день весь комплекс мероприятий, которые были запланированы по подготовке к зиме, по городу Харькову в тепловых сетях выполнен. Сразу хочу оговориться, если увидят люди о том, что ведутся работы, то это работы, которые мы продолжаем вести и будем вести их круглый год. Эти работы не влияют на пуск тепла. В общей сложности впервые за многие года в этом году мы поменяли больше 15 километров сетей. Это не просто сети, это магистральные сети, которые в принципе снабжают сотни домов по городу Харькову. И на сегодняшний день еще продолжаются работы и по улице военной, и по улице энергетической, и таких объектов достаточно много. На сегодняшний день по городу Харькову на утро было включено 48% домов, практически из 250 котельных включено 229, остальные котельные продолжают включаться. Крупные источники по централизованному теплосабжению сегодня все в работе, все они имеют лимиты газа. На октябрь договорная кампания прошла с НАК нефтегазом. В плане организационном все проблемы на сегодняшний день решены. Буквально в пятницу мы получили и растаможили первую партию приборов учета. Это 148 приборов, которые мы получили под модернизацию жилого фонда и под установку приборов учета. Эти проектные работы все завершены. Приборы мы начали получать, поставки идут ритмично. И эти приборы будут устанавливаться реально весь отопительный сезон. Будем ловить момент по температуре наружного воздуха и отключать дома на врезку этих приборов на час, на полтора для того, чтобы запустить. Общее количество приборов за счет средств Мирового банка будет установлено на тысячу штук. Первые 148 мы уже получили. Кроме этого, растаможенные и получили 8 индивидуальных тепловых пунктов, которые идут по той же самой программе. И сегодня эти объекты находятся в монтаже. На сегодняшний день у нас 71% потребителей получают тепловую энергию с учетом теплощетчиков. То есть фактически начисление за отопление производится по приборам для 71% потребителей. Хотелось бы сказать, что согласно распоряжению, отопительный сезон в городе Харькове начался с 9 числа. И в течение двух суток все детские садики, школы и больницы были подключены к отоплению. И на сегодняшний день находятся в работе. То, что касается пуска потребителей жилого фонда. Я уже сказал, что у нас на сегодняшний день 48% подключения. И подчеркиваю, сегодня третий день пуска. Вообще-то у нас на пуск нормативный 14 дней. Последние годы мы запускаемся за 10 дней. Это приблизительно двое суток на каждую очередь. У нас 5 очередей включения. Все графики подключения дому опубликованы на сайте Харьковских тепловых сетей. Все эти графики знают службы, которые работают с заявками потребителей. Они же переданы и в службе 1562. Поэтому потребители имеют возможность эту информацию получить из первоисточников. На третий день у нас 48%. Мы включение продолжаем. И учитывая температуру наружного воздуха, она в ближайшее время будет подниматься. Хочу сразу успокоить жителей города Харькова. Мы не будем топить так, чтобы было везде жарко. Режимы подачи тепла регулируются на источниках тепловых сетей. В первую очередь на котельных и на ТЭЦ. И температуру теплоносительную будем держать в заданных режимах согласно наружной температуре. Если температура будет повышаться, то мы будем работать. У нас отработан этот механизм. Мы будем работать так называемыми пропусками. То есть работать отопление будет не круглосуточно, а какие-то определенные часы времени для того, чтобы отдать необходимое количество тепла для прогрева зданий. Что касается водоканала, я хочу сразу предупредить, я хотел бы в комплексе обозначить ситуацию, что подготовка к зиме шла не только по теплосетям, но и по водоканалу, и по горсвету, и по жилком сервису. Это и конструктивы зданий и сооружений, это и замена внутридомовых коммуникаций. И работы действительно сделаны немалые. Работали все коммунальные предприятия, все службы для того, чтобы подготовить соответствующим образом город. И мы действительно к зиме готовы. Поэтому хотел бы обозначить по Харькову водоканалу еще момент. Это запланированные работы на сумму 36 миллионов, из них 25, это собственные средства, и из городского бюджета 11 миллионов. Это и реконструкция водопровода в Ледном, до насосной станции номер 26 протяженностью полтора километра. Это и подготовка наружных сетей, и сооружений систем водоотведения. Это прочистка канализационных систем, 450 километров. Ремонт колодцев, 564 колодца. Подготовка производственных зданий, 32 объекта. Аварийные перекладки канализационных сетей, 500 погонных метров. Ремонт водоразборных колонок, 2023 объекта. Установка люков новых, 263. Замена пожарных гидрантов, а у нас 166 мест особо опасных, которые нужно было привести в порядок. 154 гидранта. По электросетям наружного освещения было выделено и подготовлено в полном объеме 428 километров воздушных линий, 135 из них кабелей сетей, и 776 электрооборудований и шкафов. При подготовке горсвета на сегодняшний день все светоточки, все 100% светоточек, которые у нас стоят, они в рабочем состоянии. Если есть какие-то вопросы, то те бригады, которые сегодня работают в горсвете, они выезжают и моментально решают те проблемы, которые возникают. Также по Харьков-Зеленстрою и по другим компаниям, которые занимаются непосредственно уборкой снега, подготовлено больше 100 единиц техники малой механизации. На 100% завезен песок и на 60% завезено уже солепесчаной смеси для посыпки и уборки с внутриквартальных дорог и придомовых территорий снега. Также хотелось бы обозначить за 9 месяцев в порядке текущего ремонта и содержания сетей наружного освещения предприятием выполнены следующие работы, это по горсвету. Это смонтировано 18 километров сетей наружного освещения дополнительно к тому, что у нас уже было. Установлено 503 светильника, установлено 437 кронштейна под эти светильники, установлено 44 опоры, заменено 12,5 тысяч электроламп, выполнены ремонты 3,5 тысячи светильников и выполнена очистка электросетей от веток 166. По состоянию на сегодняшний день комплексно подготовлено 7 862 жилых дома, из них 664 дома это ЖСК, ЖК и УСМД и ведомственные дома это 274 дома. Что касается уборки, Харьков Зеленстрой, как я уже сказал, Харьков Благоустройство это 1211 человек готовы, обеспечены всеми необходимыми материалами, инвентарем и спецодеждой. Из них дополнительно еще СПО 303 человека и КП Благоустройства 31 человек. И всего 1545 человек, которые готовы работать непосредственно по уборке снега. Сейчас они все будут задействованы на уборке листвы. Также подготовлено маломеханизации 103 единицы. Это щетки, трактора и все, что касается непосредственно уборки снега. В принципе, город Харьков сегодня к отопительному сезону и к уборке снега и к любой стихии готов. Город подготовлен не только к пуску тепла, но и к зиме. На сегодняшний день Харьковская область готова к отопительному сезону. Что касается тепла, вы знаете, что распоряжением главы Харьковской областной государственной администрации Юрины Светличной мы начали с 9 числа подавать тепло на объекты социально-культурного назначения. В первую очередь, это в детские сады, в родильные дома, в больницы, в школы. С 15 числа начали заполнение систем теплоснабжения многоквартирных, многоэтажных жилых домов. Но, безусловно, что в связи с тем, что температура сегодня окружающей среды, вы понимаете, на ближайшее время, по прогнозам, она у нас очень благоприятно, плюсовая. И, безусловно, что наши все котельные и топочные будут работать в самом минимальном режиме для того, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя. И мы будем готовы в случае ухудшения температуры, понижения температуры, сразу же увеличить режимы, создать нормальную, комфортную температуру в помещениях всех потребителей. Наши 18 теплоснабжающих предприятий области, все получили на сегодняшний день заключенные договора с НАК нефтегаз Украины и на поставку газа для населения, и на поставку газа для бюджетной сферы. На сегодняшний день все эти предприятия готовы к работе. Что касается запасов твердого топлива, вы знаете, немалое количество твердого топлива используется в наших котельных или на альтернативных, которые работают не на газу. Мы проревизировали все районы на наших штабах. Везде у нас есть обеспеченность углем, дровами, пилетами, брикетами и соответствующие котельные, которые работают на альтернативном топливе. Хочу сказать, что в этом году в Харьковской области заменили на газ или построили новые или технически переснастили котельные газовые, 32 дополнительные котельные у нас появилось. И на сегодняшний день мы можем сказать по нашим расчетам порядка 27% бюджетной сферы сегодня у нас работает в области на альтернативных источниках теплоснабжения. Змеевская ТЭЦ, которая обеспечивает полностью теплоснабжением поселок Слобожанский, сегодня обеспечена запасы угля составляет на утро 101,8 тысяч тонн, что при работе одним блоком более двух месяцев у нас работает один блок, это уже работает блок на газовых углях. Что касается ТЭЦ ИСХАР, который тоже для нас очень важен, она обеспечивает полностью отопление всего поселка ИСХАР, тоже работает в штатном режиме, имеет соответствующий запас угля, мы эту ситуацию контролируем, мы не видим там пока тоже проблем. ТЭЦ-5 наша заключила договор с НАКНЕФТЕАС Украина, получила полностью номинации лимиты на поставку газа, на данный момент тоже работает в штатном режиме. Что касается аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в течение прохождения отопительного сезона осенне-зимнего, то мы проконтролировали ситуацию по нашим всем службам, организациям, которые обеспечивают жизнеобеспечения жителей Харьковской области. По теплу и воде порядка 150 аварийных бригад у нас скомплектованы, те, которые на случай каких-то аварийных ситуаций могут срочно выехать на их устранение. Что касается Облэнерго, Горгаз, Харьковгаз, Харьковтрансгаз, то тоже мы проверили все полностью, наличие обеспечения техникой, людским ресурсом, запасами расходных материалов. Учитывая опыты прошлых лет, мы понимаем, что нам в первую очередь нужно сейчас заготовить, для того, чтобы в случае чего при аварийных ситуациях мы могли очень вовремя среагировать на эту ситуацию. Дорожный комплекс в Харьковской области тоже обеспечен на сегодняшний день. Мы понимаем, сколько нам нужно песчано-сальной смеси. Это порядка 93% у нас уже в области обеспечено. Более 120 тысяч тонн. Вместе с городом Харьков у нас порядка около 700 единиц техники готовых вступить, если нужно будет, по расчистке снега и других моментов, которые могут возникнуть в течение зимы. Облавтодор наш, Харьковский, мы еще раз посмотрели, обеспечен людским ресурсом и нет задолженности по заработной плате, то есть тоже обстановка стабильная. Хочу сказать, что риски у нас, безусловно, определенные были, были проблемы у нас при подготовке к отопительному сезону. Вы знаете ситуацию, которая сложилась в Балаклее, где у нас 16 многоквартирных, многоэтажных домов остались без тепла. Мы в течение этого периода провели все мероприятия. На сегодняшний день могу с уверенностью сказать, что все 374 абонента, которые у нас остались без тепла централизованного, подведены все подводящие газопроводы, обвязки домов, заведены все источники индивидуального газоснабжения в каждую квартиру, установлены на сегодняшнее утро 358 всех приборов, счетчиков, котлов и все остальное. Сейчас идут уже планово, планово запускается уже индивидуальное газоотопление во всех этих квартирах в Балаклее. Значит, других таких рисков мы на сегодняшний день в областной администрации не видим. Значит, мы провели по распоряжению Юлии Александровны Светличной штабы в каждом районе, сначала установочные в каждом районе, потом провели штабы, которые нам отчитались полностью по подготовке в конце отопительного сезона. Понимаем, знаем все моменты, которые в каждом районе, в каждом городе областного подчинения. Безусловно, что могут возникнуть и аварийные ситуации, они возникают, и никуда мы от них не денемся, но уверен, что Харьковская область и город Харьков мы вместе нормально сегодня подготовлены к отопительному сезону. Субтитры создавал DimaTorzok